Сегодня мы с вами поговорим о таком факте, как ложь, обман и предательство. Вы знаете, мы долго верили, мы долго надеялись в то, что гости, иностранцы, которые приехали в нашу страну, покажут нам, как надо жить честно, без дешевого политиканства, без коррупции, без популизма, без лжи. Вы знаете, мы ошибались, мы оказались снова обманутыми с вами, но вы знаете, в этот раз эта ложь, этот обман, он настолько горький, настолько обидно за это все, что, по-моему, даже попередники не позволяли себе посягать на то, что сейчас посягнул Михаил Саакашвили. Это деньги, деньги бойцов, которые воевали на фронте, которые защищали наш с вами дом, которые потеряли руки, ноги, стали инвалидами. Вы знаете, вот я даже не могу вам передать то чувство, когда ты достаешь бойца из БТР по кускам, каким ты оттуда возвращаешься, даже если ты целый, слава богу, тебя бог уберег от трав. А те люди, которые приезжают инвалидами сюда, да, вокруг них очень много пиара, очень много людей, которые ходят, фотографируются с ними, которые пытаются как-то поднять свой рейтинг. Но после того, как ребята выходят из больницы, все о них забывают. А вот вы спросите у, вот каждый из вас, спросите у своих близких, там, у товарищей. Хоть кто-то знает судьбу бойца, который вышел из госпиталя и уехал там к себе в деревню или уехал себе в провинцию? И как он сейчас там живет? Хоть кто-то позвонил и спросил, брат, как тебе сейчас там? Тебе есть чем накормить свою семью? Тебе есть за что отправить детей в школу? Тебе есть за что купить медикаменты? Я больше чем уверен, что процентов 80 вам ответят нет. И вы знаете, и то, что сейчас пытается и сделал губернатор Одесской области, в тот момент, когда мы, все ребята, одесситы, которые, доверив ему самое ценное, что у нас есть, это нашу Родину, уехали защищать на передовую нашу страну, он разворовывает святое. И мы, как союз участников АТО, как национально-освободительный корпус, требуем с ним публичной встречи. Почему? Потому что сотни ребят, которые вчера мне звонили и спрашивали, неужели эти слухи или факты, я даже не знаю, как их назвать, это правда. Поэтому я жду ответа от Михаила Саакашвили, я и ребята, которые хотят посмотреть ему в глаза.